привет зритель один зритель попросил чтобы я сняла монпанк в ресторанном стиле я хотела тут красиво все подготовить но ты знаешь у меня есть кошка и зато она не остыла у меня есть тут свининка я покупала на днях кусочек свиной шейки без кости и кусочек окорочка свиного без кости я забыла кто есть кто и вот я второй день ее делал она у меня была карри соли белом вине которые мне как-то подарили я так как я белое вино не пью то я про него забыла это было четыре года назад она четыре года стояла периодически в нем делу мясо и соевом соусе вот здесь у меня соевый соус здесь у меня порезанные помидорки но здесь вот это мясо есть буду периодически вот сюда складывать так вот меня попросили сделать монпанк в стиле ресторанного ну ресторанном стиле в общем чтобы была красивая билочка красивая тарелочка красивый ножичек и салфеточка но к сожалению для того зрителя я всего лишь бедный инвалид второй группы с детства почему инвалид детства потому что я попала в дтп будучи еще несовершеннолетней из-за чего мне случилась травма головы в двух местах шеи много чего случилось но суть такая что из-за трещины височной кости от которой обычно люди умирают а я внезапно выжила мне случилась эпилепсия посттравматическая и вот я бедный инвалид и особо в жизни много официальным и не очень официально не работал силу того что я не могу у меня как у меня ограниченная физическая возможность в том плане что я не могу допустим с 10 до 6 вечера работать вот мне нужно чуть меньше с 11 до 6 вечера работать короче говоря и вот из-за того что бедный инвалид всего лишь инвалидской пенсии и мало поддерживаемым каналом финансово от зрителей от тех кого поддерживаем и им спасибо благодаря вам я могу им точнее благодаря им я могу вкладываться в канал и развивать его в плане техники так вот мне иногда еще случается тремор я же обещала мясо переложить на не на что мне красивый ножик купить короче тарелочка у меня есть не ее подарили тут была еще чашечка но она разбилась эта тарелочка у меня сервиза дедушки мы когда переезжали с той квартиры сюда я с сестрой поделила этот сервиз у неё суповой набор остался у меня у всякие такие тарелочки которые но не пришли кобыля хвост еще одна мисочка суповая из которой я люблю есть у меня есть блюдечко которую мне подарили было еще красивая чашечка но чашечка чашечка еще есть а это тоже кстати вот от этого сервиза или милочка еще бабушкина так вот я сюда вот это сейчас поставлю буду кушать мясико с соевым соусом и помидорками я вчера заметила что я люблю кушать мясико с помидорками не знаю почему может так вкусно а потому как я тремор у меня случается ну и вот я такая вся бедная несчастная хоть я не люблю это афишировать но раз упасла такая тема я считаю что как-то не смешно троллить инвалида да как ты зритель считаешь издеваться над инвалидом издеваться над человеком который допустим семь лет потратил чтобы воспитать девочку с дцп не на свой канал там на что-то еще она то что потратил время на чтобы воспитать свою девочку это очень тяжелый труд я считаю не не каждая мама сейчас будет заниматься собственным ребенком родившимся в дцп скорее будет на нем палеотизировать или вообще забьет и смеяться над таким человеком из-за того что он на нервной почве допустим поправился это слушайте я не верующий ни в каких богов но это такой большой грех зритель что запросил мундбанк в ресторанном типе не погнушался по издеваться над одной из моих подписчиков ну соответственно это мной что я вот он после того как у меня умерла бабушка для которой я последние три месяца ее жизни помогала ухаживать и спала по три часа в сутки три месяца в рот словила не силы стресса меня распёрла однажды меня распорла когда ездила в 2005 году в санаторий мне подобрали не совсем ту диету несколько лечили сколько пока лечили именно 50 килограмм за три недели расперла до 68 вот я два года потом скидывал эти 18 килограмм но все возможны диета максимально где-то вес может в восемнадцатом году потому что был стресс еще связано с этой квартирой если ты зритель недавно приперся сюда не знаешь таких подробностей все администрация города в лице покупателя решила купить у нас квартиру на механке как бы там выгодно то сё отдаст эту квартиру семь ездит дома и все и на полгода забыла про то что выкупила квартиру где жил инвалид и что за эту квартиру то вообще-то если ты приходишь в магазин что-то покупаешь ты даешь деньги тебе дают продукт а они забыли на полгода так а да мы что вам денег должны отдать ну мы уже у вас квартиру купили я платила за коммуналку середина апреля в этой квартире несколько месяцев я не могла спокойно здесь снимать потому что жила на птичьих правах и как бы просто снимала квартиру потому что те кто нам ее вроде как продал ждали от нас денег а мы не могли им дать эти деньги потому что мы ждали от администрации момент набили по городу в некоторых службах и когда я оформляла дважды временную прописку что мне паспорт не такой при мне этот паспорт слегка попачкали чуть-чуть порвали и сказали ты его обязана поменять когда я в каком-то время озвучила что администрация городом купила нас квартиру привыкла все время отважилась на это и деньги не отдала мне родственники обращались даже прокуратуру они а нам говорит подождите 1 июля вот это все закончилось тоже был нехилый такой стресс учитывая что у меня была привычная сумма чтобы съедить японию а внезапно пришлось отдать половину денег на ремонт часть ремонта мне делали родственники часть ремонта сделал часть ремонта обложилась я сама в том числе мебель ну и после того как я озвучила это в стриме внезапно от меня отцепили что должна поменять паспорт только потому что там у меня морда лица какая-то некошерная и он такой весь слегка потрёпанный 20 лет до 30 за 15 лет короче паспорт он наверно вообще идеально ты его никуда не таскаешь будучи инвалидом городе улице ты обязан был до недавнего времени таскать с собой паспорт удостоверение пенсионного инвалидская в автобусе показывать доказывать что да это я на паспорте далее болит да мне там на тот момент допустим 30 чем-то лет сейчас мы 38 а это то еще унижение скажу я долго скрывала что у меня инвалидность это очень стеснялась когда два года назад сподобилось это озвучить в сомерном видео что у меня инвалидность это еще и эпилепсия извиняю что инвалидность по эпилепсии и что эпилепсия это не только алкаш падает с пеной ульта судорога хотя куча всяких вообще вариаций и что это бывает не только вот у тебя нервные тики а просто предчувствие что ты сейчас свалишься в обморок если не выпьешь магнезию и что магнезию я пью а люди если коляк ну так вот когда меня периодически троллят мои же подписчики на всякие разные темы да мне зрение хреновое я могу не увидеть где-то пыль сзади меня ты не видишь в кадре гора посуды потому что я приехала из сада зашла к одни потом тут что-то делала начала монтаж на экшен камеру которая си джекам c100 который когда покупала на озон была дезинформация думала что у нас со стабилизацией оказалось нет за полтора часа отмонтировала минуту 11 секунд но чуть больше минуты почему потому что задолбалась цензурить лица потому что в этом плане очень эффективно я не знаю как снимать другие блогеры по ходу своей магазин когда человек идет что я покупаю для магазина просто как-то попросили делать подобное видео надо как мне религия запрещает открытый уходить из на телефон снимать то я загрузилась существует и такая камера на которую который можно повесить на шею допустим включите и тиснивать не так не существует существует за 32 тысячи инста 360 и существует от трех с половиной тысяч си джекам c100 инваляции ну как ты уже наверно понял я же инвалид денег у меня особо нет за все время действия функции спонсорская подписка менять силы человек 10 человек семинара подпит поддерживала зато требований очень дофига особенно при этом комментариях ты инвалидка ты нищебродка ты попрошайка иди работать причем я подозреваю люди которые говорят иди работать они но разная работа на что не вся работа до них работа я когда-то давно существовала как пит и писатель в одном ли то литературное объединение там было много всяких разношенных людей одна из ну старшая коллега скажем так по цеху литературному в начале своей карьеры за них была уборщицей и кто-то ей посмел сказать что уборщицей это плохо это не работа это та же самая работа мне к сожалению нельзя работать наклонку не сколько из-за эпилепсии сколько из-за того что у меня переполнен желчный желчный пузырь гастрит и все такое короче когда я наклоняюсь в принципе это все вкупе это еще до дтп было я наклоняюсь у меня через какое-то время может закружиться голова раньше были периоды что я могла несколько раз за месяц помочь маркнуться хорошо эти три раза за месяц на то бывало три раза за день не думать зрителей что я тут жалуюсь и давлю на жалость я считаю что очень много людей современном мире с чего можно быть болячками в каком-то плане именно у донорида потому что не все готовы каждый год 7 лет подряд набивать пороге врачей и объяснять что у меня была знакомая у нее была проблема с ногой после какой-то аварии не приходилось а на полных на серьезных чах объяснить пиратчан с туда у меня надо заново не отрисла я не знаю может какая-то упрощенная процедура этого принятия инвалидности у человека меня есть подруга у которой ребенок инвалид после одного случая в ее маленькой жизни последовавшей операции так вот ей довольно проблемно записаться записать ребенка в областную больницу детском врачу будучи при этом ребенком инвалидом это все довольно сложно мне не хватило помидоров как ты понимаешь ресторанного хавчика не получится потому что мне сейчас не порезать у меня может где-то там муки я могу конечно отсюда достать но я мне неудобно для что-то тоже надо доставать я конечно могла бы приврать и сказать что я стесняюсь вставать показывать свой живот жирный человек который мне это написал никогда в жизни не пил больше одной чашки чая в 150 миллилитров знаете когда выпьешь чайника два литра три воды жидкости на жас дует до первого похода в туалет мне при столе стала это же человек не сказал что у меня огромная задница будь я в депрессии уставшая или типа того я бы впала в расстройство словила бы комплекс и все видео были бы исключительно сидячие по пояс не там или вообще лицо экран но к ее к сожалению я не такой человек вы можете сказать лёля не обращай внимание на всяких идиотов и будете правы я бы так и сделала если бы этот человек не наехал на одного моего зрителя перемотайте в начало я попросила этого человека не обижать моих зрителей в принципе меня он помог всем точнее в информация канале написано что как бы чувствуете себя дома не забывайте шоу гостя и я не приемлю вот это разжигание всего когда цепляются одним другим без причины когда цепляются причины ради еще я считаю хотя и культуров именно с точки зрения культуровка читают да мне среднее специальное высшее образование в школе училась 11 классов с 8 по 11 у нас был гуманитарный профиль гуманитарно-исторический вообще хотела на математику но классный руководителю у гуманитариев был адекватным математиком у нас был факультатив алгебра геметрия что-то типа закосом на высшую алгебру который конечно посещала нам еще нравилась история в классе математиков классным руководителем была литературша который вела у нас одно время литературу будучи еще ученицей мои ближайшие и меня гнобила то ли за то что я левша то ли за то что у меня только мама на тот момент была то ли еще за что то ли просто я и лицом не вышла и жопу лизать ними поэтому перевес был после теста 50 на 50 математика или литера или история в класс истории там я училась закончила курт просвет училища библиотечное дело даже четыре месяца работала библиотеки официально и получала зарплату и в маленький стаж а потом спустя год пошла на культурологию оба раза заочно оба раза в ярославле так вот с точки зрения культуролога считаю что для вообще адекватного нормального человека что не все обязаны знать лицо твоих кумиров пусть даже эти кумиры супер известны супер супер крутые т.д а потому обзывать невежими человек обзывать невежий человека который просто не знает о существовании твоего кумира это та же глупо как чмырит человека за то что он пошел заниматься собственным ребенком а не к чем-то и допустим так ну так вот на счет обзоров сейчас блогер ходит в магазин и покупает всякую жертву я только один ролик смотрела и кумирком чтобы понять как это выглядит и там было понятно что это не один человек снимает а с ним кто-то еще меня нет того кто бы со мной попросил снимать это исключительно мое хобби в одно лицо кстати может тебя напрягают или мучает вопрос раз я гляну как это выглядит почему у меня спинка стула вот здесь на батареи в коробочке из-под полоте из подарочных ты можешь еще что мне все все чертога это сама не чуть покупаю не поверишь я купила вот телефон с которого управляю вот эту камеру и много чего еще и 90 процентов случаях не на донаты зрителей на собственные сбережения короче у меня там марина сок зреет почему зреет я сидит в саду была снимала малину обделялась и сырных веток малину чтобы посушить сушилки добавить ее в чай как два года подряд дело прихожу к родственникам чтобы отдать ключ от сада и мне говорят прикинь говорит я утром положил эту баню значит на батарею периодически мешала чтобы она подсохла она созрела и зеленый стала красный вся красная я вот сюда я тоже так положила в итоге ободрела еще побольше том что я срезала отрывала и с цветочками с не распустившимися и частично распустившимися ну и короче это вот положила сюда а так как у меня есть кошка которая любит везде лазать да и коробочка чуть шире чем батарея то я нашла решение как приставить стул эти периодически надо помешать и это вот вот так все есть помидорки я к сожалению еще не сняла у меня там в комнате еще есть помидорки ну что меня тут спрашивали насчет помидорок помидорки это наше в прошлом году не помню но вроде под ног до нового года они у меня лежали в смысле до конца не крылья наши из двух теплит маленькой большой снимаем мы их вот кошка скинула обеденку в змейку которую мне подруга подарила на год мне и хрен на каком году змея говорящая и кошка видимо ее любит когда еще не было скучно я взяла эту змейку об пол долбила сколько раз она там говорит столько она и говорила но ее нам разные мелодии так вот помидоры где-то в конце сентября первые числах октября все что более-менее красная супер назрела это снимает родня и забирает себе несколько красных там помидор оставляет мне и зеленые розовые розовеющие так сказать и виноградные помидорки в огромном количестве может если ты смотрел мунбанги мои то увидел где-то в некоторых салатах бывают такие помидорки те которые типа черри вычье сердце тогда короче все это остается мне я выдираю помидоры отвязываю их веревочки в одно место на следующий год помидоры сами по себе в другое место но эти ветки помидорные а их обдира и вот где-то вот может с 4 октября не лежат и раскладывают там зеленые с красными ну как обычно в коробочке такие вот на подоконнике там на подоконнике тут несколько помидор конечно попортилась они вот штук десять за все время было половина такая как бы бухает и красная кажется полупрозрачная такая другая половина нормально эту хрен срезаю а если она нормальная вторая половина я ее режу в пакету морозилку суп какой-нибудь ну и бывало что они просто вот какими-то пятнышками как вот тут покрывались я это срезаю видно там сейчас я гляну я же слепая как курица слепая курица точнее у меня зрение минус 13 а в очках в этих минус 13 с половиной один глаз минус 13 другой минус 13 с половиной это следствие дтп до этого у меня было минус 6 до дтп дтп случилось 8 октября 99 года последние три года я это нормально переживаю вообще не вспоминаю что 8 октября надо депрессировать потому что в жизни у меня все нормально считаю но короче говоря по моим меркам все нормально по вашему тому что не очень очки у меня сейчас полно на минус 5 минус 13 половиной минус 5 и вот то что выйдет через равно вот это есть мое зрение в этих очках кошка не надо сюда прыгать я тебе лучше кусочек мясика дам кошка у меня на том же питании что и я потому что был у меня не очень хороший опыт скотом на нее который ел питание помимо тоже что я такое которая ну сухой паёк скажем так все эти сухие корма жидкие так как жидкий корм она несет сухой она тоже несет но все эти сушеные корма это как бп пакеты быстрорастворимые макароны какие-нибудь это для тех кому лениво поделиться с животным своей едой но эта тема такая спорта это у каждого свое мнение вы конечно можете повозникать в это в комментах кошка ты не охренела ли с помидорами короче говоря и вот эти темные места тоже несколько таких помидор я их срезаю плохие вот эти места а остальное разрезаю опять в морозилку у меня несколько помидор просто изначально были больные но я их сняла думаю фиг знает вдруг дозреют может это не такая а потом уже поняла что они больные были может это просто такой помидор я в этом году в этом плане все нормально с этим ну как бы мало таки порченых помидор в прошлом году у меня видимо это поголовно было потому что одна зрительница мне писала потом что у нее точно так же было зеленые помидоры сверху начинало как-то так темнеть 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 и портится и тут начиналось зеленых я один противень тупо выкинула тоже как моя брезная родственница а потом я нашла решение я связала все вот эти почвенные верхушечки помидоры резала морозила а потом суп или овощи тушеные мне еще там кусок ну каждую одна треть этого мяса в столовой духовке я его порезала но не так мелко может на завтра хватит еще кто-то тратит кучу денег на косметику а я тратю кучу денег на технику для кухни или канала ну вы понимаете что у меня куча денег то не бывает но для меня это куча денег когда я их тратю ну и на мясо потому что если я не пожру мясом я же при этом я буду выспавшаяся и не уставшая то мне есть и шансы словить какой-нибудь обморок на попросайка ты-то не видишь она сидит рядом с камерой с той стороны и всеми лапами пытается прыгнуть на стол ничего такое мясо-то вчера я делала без вина но с медом и в этот раз она у меня сутки почти мариновалась морозила в холодильнике а там прямо сразу залила все и в духовку поменьше кусочек так вкусно вышло вообще когда я год назад делала мясо с медом и соусом я подумала что блин как это можно мясо с медом это же очень сладко если ты не в курсе зритель то мы с 1929 года занимаемся пчеловодством еще начал мой прадедушка отец моей бабушки он на тот момент был первым пчеловодом в улическом районе и даже был учителем по пчеловодству да почти чистая тарелка но все равно надо будет мыть некоторые думают что если я люблю есть салатики творожок или еще что то в глубоких таких пиалочках которые могут быть салатниками то значит я не люблю пачкать тарелки и соответственно не мою посуду но это тот же самый человек что сделал запрос на самом деле мне просто нравится есть в мисочках таких у меня в деревне есть специальная мисочка я в ней кашу и супчик и салатик ну потом когда готовишь салат его на такой тарелке неудобно перемешать ну-ка не видно не видится наверное вот не знаю немножко то увиделось так вот о попрощании сейчас я мне сегодня дала в голову что очень хочу одну штуку а вчера дала в голову немножко иное но сегодня я поняла что именно ее и хочу я и для этого ее хотела но она тогда за меня безумно дорого стоила а тут я подумала если за 32 тысячи смогла себе сделать в этом году балконный блок то наверное за 32 тысячи я могу себе потом за 32 тысячи я смогу себе эту штуку купить накопить денег штука что за штука я не помню название той фирмы но типа фейут течь как у меня этот стадикам я не помню его монтировала или еще не монтировала а вообще стадикам в который вставлен встроена экшн камера с четырехканальным микрофоном с кучей приблуд и он просто вау и на азоне его можно купить за 25 с лишним тысяч он 25 с лишним тысяч а что-то подобное на алиэкспресс за 15 но я алиэкспресс не доверяю ну в смысле я не стремаюсь покупать там технику да и 15 тысяч у меня сейчас нет у меня на все про все до 12 ноября на а то ведь помрешь если хозяин тебе не даст кусочек последнего мяса убедишься и нагадишь где нибудь у вредности короче у меня до 12 ноября тысяч шесть от силы но на их жизнь как-то жительная поэтому печаль вселенская придется экономить откладывать надеюсь к новому году я себе куплю свою камеру если конечно кто-нибудь внезапно не появится такой вот у меня нет такого человека который бы ко мне неровно дышал делал иногда какие-нибудь презенты только потому что я вот такая супер крутая и я ему нравлюсь или ей мне пофиг вот это если это платоническая безотказная любовь то мне пофиг на пол но такого человека к сожалению нет мне по жизни больше попадались те которые дай денег на безвозмездно а дай в долг тысяч 10 а что у тебя это вся твоя пенсия да ну а что тебе ради меня жалко и легче согласиться потом я поменяла неправильную реальность на правильную реальность скинула от себя вот так вот стряхнула плечики крылышки расплавила и все то говно что на мне сидела видит типа друзей таких друзья друзья знаете скажите одному один раз человеку ну типа дай денег в долг нету ну типа извини сейчас нет или лёль ты подаришь мне вот эти духи слушай они мне самой нравятся если этот человек допустим у тебя не дома и соответственно эти духи не может стыбрить а таких бывало дофига то человек с тобой перестает общаться начинается типа вот с тобой ничего нельзя обсудить я тебе жалуюсь как у меня нет денег я вот сделала сто пятьсот заказов а ты тут сидишь под новый год двухсот рублями до нового года на две недели и еще не довольны что я тебе жалуюсь да ты вся такая плохая вот эти от меня вдруг отцепились и теперь я такой свободном полюре человек но к сожалению или к счастью не знаю у меня нет человека который бы чисто в меня вложился потому что вот ему нравится чем я занимаюсь да и ему нравится то что я это я нет такого к сожалению так вот если вдруг появится было бы круто так с этом мы сейчас перенесем все в обновлю гору просто там еще лежит доска на которой я все это мясо резала всю эту гору на гору и потом я буду в перчаточках мыть посудку я пришла к выводу что надо все таки в перчаточках мыть посудку потому что тут три дня помыла без перчаточек посудку и у меня ногти стали все мягкие ломаться кстати по поводу ногтей до 2010 года у меня не росли ногти вообще с 6 лет до 2010 года я 1984 года рождения 14 февраля мой день рождения день Валентина это если кому то надо и вот с 6 до 2010 года они не росли ну короче с 90 по 2010 20 лет они не росли и тут я заболела ветрянкой впервые в своей жизни и за 3 недели у меня ногти точнее за первые сутки у меня ногти выросли на 10 сантиметров я просыпаюсь от того что рукам больно думаю что такое там ногти в смысле не на 10 на сантиметр выросли ногти вот за сутки мне на 10 сантиметров оговорилась можете меня потроллить на эту тему и они стали расти нормально я чувствую что кошка где-то пакостит они стали расти нормально и вот с 2010 года я возвращаюсь на сессию там вот на весеннюю сессию приезжаю на зимней была все помнят что у меня ногти не было на весеннюю возвращаюсь я говорю ты что ногти отрастила я говорю нет я ветрянкой переболела вот такой я мутант мне и зубы молочные если что сейчас я гляну что она там творит ты что творишь а кошка тупая что ты тут делала ты зачем это сделала а вот придется это убирать ведь у тебя чистый туалетик придется покупать этот гадинда да я думал было слышно как я тут говорила с этой наглой кошкой которая выжрала приличное количество мяса соевый соус начально ведь пожалуй я прервусь пока пока там не высохло то что она сделала и снова я тут показалось будто камера криво стоит хотя хрен знает может так и есть ну ладно я тут уже пишу с кинем это на то что у меня инвалидность лапы трясутся зрение хреновое обмороки частые вообще у меня тут зеленый чай с той малиной которая вон там надо сейчас придумать что к чаю у меня есть вообще как бы вкусная штука но мне ее сейчас неохота потому что вроде более менее сытая кошка что ты тут такое зафигачила это есть немножко шоколадки причем даже не самопарный о я забыла мне тут отдали тьмину ну как как бы я покупала человеку тьмину пока он болел а потом человек перестал болеть тьмину ему больше не нужно я увидела что из тьмина делали урбечь я думаю что можно потом из этого тьмина сделать урбечь в общем у меня есть как бы мед и даже без как бы печенье вот печенье Мария есть у меня тут есть еще этот мякоть молотая штуки которые способствуют похудению точнее штуки которые способствуют походу в туалет по большому забыла как его звать инжир мне дикие проблемы с пищеварением иногда меня раздувают по своей самой причине когда проблемы с пищеварением и надо какую-нибудь слабительную хрень если это попадает еще на какой-нибудь момент когда я снимаю обзор со шматьем то сколько хайта я вычитываю в комментах будто у всех слушайте если у вас у всех кто мне это пишет реально нет проблем с пищеварением какие вы счастливые а еще бывает что у меня приперся первый день месячных извините мужики если вы это смотреть будете и сможете до сих пор и вы при этом морально ранимые никогда про это слово не слышали не гуглите спокойнее жить будете к тому же вы мужики у вас такого не бывает например и пол не смеете хотя не знаю те кто сменяют биологически пола не бывает какой-то Analysis короче меня раздевает как Шарик во плана и сразу ах ты беременна да блин даже если беременна тебе что с этого креста и хочешь стать может меня просто это все подпекло Особенно на тему того, что человек вторые сутки хейтит моего зрителя А я вся такая дофига правильная Может, меня это подпекло, потому что человек всегда казался адекватным А тут внезапно стал меня хейтить Никак не могу привыкнуть к тому, как ты разжирела Ёпперасоте Будто я с 42 на 56 сразу так резко за неделю Расхреначилось По сравнению, что было два года назад Или с тем, что было год назад Я нормально сейчас выгляжу В этом плане Всегда удивляли люди, которых заботит чужая жирная жопа Может, своей жопы просто нету Ты минимум 50 килограмм весишь Ё-моё, да я стабильно весила 50 килограмм До того, как у меня рапторка Скелет человека 26 килограмм минимум весит Взрослого Там ещё всякие внутренности весят Кожа, волосы и так далее И всё прошлась потому, что в моей стране В которой я обитаю Женщины... А символ женщины это бегемот Чем мне бегемот не угодил? Что типа цитата Кому-то и кобыла невеста Видимо Может, она страдает дистрофией Булимией, дистрофией Не может вес набрать Ходится такая, костями гремит Я, конечно, скажу Но она, наверное, ей подобное Будет считать, что я вру Даже когда я весила 68 килограмм Меня ветром сдувало очень сильно Даже когда я ехала на велике Я весила 62 килограмма Меня вместе с великом Иногда сдувало этим ветром Сильный, кстати, очень проблемно В жизни не поеду больше Если буду знать, что такой сильный ветер будет Но заедешь, едешь, сильный ветер Просто вот тяжело Крутить педали У меня обычный городской Женский Сильный скоростной велик Я заметила По фоткам друга А у него спортивный велик Что спортивный велик Чистого спортивного велик Со скоростями У них нет крыльев Ни задних, ни передних Ну и багажников тоже А которые, типа, дамские Городские 5,7 скоростей У них крылья И багажники Мамачари Так вот, когда я ехала Хрен знает откуда Можно заказывать в Айберис Да Я, конечно, бедная А да Может быть, потому что я бедная Я стараюсь покупать Вот все по скидкам С нормальным кальцием Но по скидкам Допустим, штука Которая сегодня получила По почте Если мне титер рассказывала Про кейти Город, такая раненькая Я говорю, что я его с носа С этого купить Но у меня денег не было И она дорого стоила Меня же ободушила У меня были более приоритетные вещи Для покупки А тут Я ее за тысячу чем-то купила На Алиэктрис У официального представителя С базой выдачи Ну, с базой вот этого товара в Москве Беломикс 900 миллиметров кувшин И через 4 дня доставка На Айберис Оно стоило 2 200 с лишним И неделю ждать доставки На Азон Оно стоило 4 000 И 2 недели ждать доставки Я просто смотрю цены Вот где-то какой-то товар есть Вот есть на него Вот то, что мне надо там Так же, как порошок Тара Это не карта Тара в порошке Это порошок Лумии Тара Азиатский такой Типа картофель Сладенький Люди его пьют с чайчиком Ну, как чайчик Или как с молочком Такой этот Напиток Но я им не прониклась Я им прониклась Как в сухом порошке Или как добавлять шоколад Самопольный Так вот, для кого-то Я, наверное, дохрена От ранжира Потому что, допустим Покупаю какао-бабы Чтобы сделать какао Самой Покупаю мощный блендер За 7500 в прошлом году И докупаю к нему То одну чашу То другую Чтобы сделать то и то и то Из того, чтобы купить С непонятным составом У меня такая проблема У меня дикая аллергия На некоторые яички Я начинаю чесаться Плоть до того, что у меня Аж глаза чешутся Это песец такой А на пальмовое масло Я его прямо вот здесь Ощущаю Вот купила печенье Под состав вроде нормальное Мне везде же пишут Мальмовое масло И после одной печененки Я поняла, что Если я сейчас ее доем Мне будет совсем хреново А у меня есть подруга Которая вообще пофиг Пальма Это мне пальма И вообще любит Видимо все, что с пальмой Но Организм такой хороший Фу-фу Бойдите Короче У меня начинает Вот здесь какое-то ощущение Вот я это чувствую Масло Прям не то, что ты задыхаешься Но очень погано Будто Прям круглосуточно Ходение в их теандр В смысле к белому другу Ну просто я сейчас ем Может кто-то тоже ест Это же рассчитано На то, чтобы ели Оно у меня месяца полтора Лежало Учитывая, что пришло еще такое Все шумное И от того, что оно такое сухое Вообще просто я про него лопала Я его тут благодаря Этому ролику достала И почти все захомячила Так вот опять А насчет съемки Того, как кто-то что-то покупает На камеру Нормально, что в кадр попадают Какие-то левые люди Ну там продавщицы какие-то Хрен с горы Который кто-то что-то покупал Или еще Что-то Или нет Это вырезается как-то Я зацензурила Мурно лица Или оставляется Типа пофигу Ну как снимаешь Вообщественном месте Не запрещено это снимать Ну в смысле магазинах Это нормально Снимаю же там всякие СМИ Не будешь докапываться За СМИ Какого хрена ты меня снял Без моего ведома А так как там 14 минут И это надо все Местами вырезать Еще вдруг там У меня номер карты засветился Тоже надо будет Запикивать Цензурой Ну этими пикселями То сначала я склею это И выложу Чтобы кто-нибудь это осилил До этого момента И сказал мне свое мнение Я почитаю ваши комменты Кому-то поставлю сердечко У меня был период Когда я всем подряд Отставила сердечки Отставила сердечки Аж на 3 года назад А каналу 7 с лишним лет Как блогу 7 с лишним лет Каналу именно Аккаунт тут чуть больше 12 с хвостиком Да, еще иногда У меня бывает Благородная отрывка Я помню как меня В первую жизнь Раскрутили Еще на механке На мунбанк И у меня А я тогда еще Монтаж не совсем Была такая сильная Снимала еще По-моему То ли на Sony По-моему вообще На Casio Фотик Где была функция Для ютуба Ну там Ну в общем Маленькие файлики Такие шли Причем про функцию Для ютуба Я на Casio фотике Узнала так вот Спустя несколько лет Купила Но как-то не заметила Что там такая функция Была Я вообще Словопок редкостный Сегодня обнаружила Что у меня есть HDMI Провод Для этой камеры На которую снимаю Ну Чтоб на телевизоре Как у меня смотреть У меня телека-то нету Не потому Что я такая Дофига бедная А еще и потому Что Я когда смотрю телек У меня очень сильно Начинают глаза болеть А потом голова А вот с монитором Компьютера нормально Или с ноутбуком Так вот Надо еще Через шумолить На краю У меня нет телека Я не знала Что это для него Провод Просто там еще Может быть Мультипровод И провод Который Камера пишет И попутно жрет Я вот хочу Тот провод Который камера пишет И попутно жрет Ну в смысле Это электрический ДЦ Что-то там ДЦИН Что-ли ДЦИН И мультипровод А по-моему Через мультипровод Можно как раз Подключить к компу И стримить через эту камеру Я про это узнала Три года назад Камере четыре года Мне как-то все Руки не доходят Я думаю Может на Алике Посмотреть сегодня Провод Ну не сегодня Так может Завтра Короче на Алике В ближайшие дни Посмотреть эти провода Для Сонти Потому что тогда Еще на офсайте Их не было В наличии Ну типа Жрет Хрен не знаю Сколько А сейчас так Я вообще не знаю Если там У нас он открылся Какой-то Типа Второй рынок Или как он там Называется Не совсем официальный рынок Ну когда там Как-то товары Хрен знает Вот как раньше Было пиратское А теперь оно вроде Как официально Не пиратское Я как-то купила Закасарь Самсунговскую флешку На 64 гигабайта В эту камеру А она казалась Поддельная Я думала Что у меня камера Глючит Не заряжена Или еще что-то А оказалась Эта флешка Такая Причем На зону Вайберс Это продают Как официальную Такую версию В итоге Я плюнула И думаю Ну У официального Представителя Самсунг Заказала За 300 с чем-то рублей На 64 гига Самсунг Эва плюс По отзывам Она шла Как оригинальная По каким-то Супер скидкам Придет Где-то В середине ноября Вот думаю Я просто подумала Если она придет Опять поделка Ну 300 с лишним рублей За поделку Да и пофиг Я ее потом Где-нибудь заюзаю Как этот Внешний накопитель Чисто там Для ноута А если это Реально оригинал будет То будет круто Так-то Если бы на Вайбрис Была адекватность Вот это все Что я тут хотела Купить одну технику А там написано О производителе Типа 3 месяца гарантии А сам Вайбрис Говорит Хрен вам Они гарантии Если вот сейчас Откроешь у нас На базе И оно тебе понравится Забирай А если оно вдруг Сдохнет То сдохнет Мы тебе ничем не поможем А там мне еще Коробочка Как раз Укакошила Эту коробочку От Самсунга Ну как бы Она бумажная Я выкинула Я принесла ее Усаться Думаю Бумагу сжигаем Потом залой Посыпаем грядки Но меня этот момент Расстроил С косарем С флешкой За косарь Иногда я могу Покупить за косарь Килограмм Бразильских орехов И часть из них Пустить 370 грамм На Урбич Который Можно жрать Только 2 чайных ложки В сутки Иначе будет Приду Солена Иногда Меня жаба Душит На что-то другое Я дня 3 назад Пришла К мысли Что мне На следующий год Уже На следующий сон Потому что Заканчивается Практически Велосипедный Купить Наверное Велосипедную Гуртку Чтобы Если вдруг Попал В ней Под дождь То Не промок И если Вдруг Холодно То Удобно Она теплая А то Есть же В пальтишке Которая Попала Под дождь Она промокла Уже Надо ждать Пока Она высохнет Какая-то Фигня От этой штуки Вот от этой штуки Попала В десно Она чисто Зацепилась Неудобно Чувствуется Потом ты отвалится Но все равно Чувствуешь ее И да В прошлое Стрим Я сидела Точнее Не стрим А тот самый Ну В банке Сидела Без лифака Грудь у меня Маленькая До 16 Года Она вообще Не росла Так была Как у 13 Летней девочки И тут В какой-то момент Она вдруг Начала расти Учитывая Что в 14 Году У меня Первый Немолочный Зуб Вырос Впервые С момента Детства Два Вот этих Резца Ну В смысле Резца Как и небольшие Это вот эти Зубы Я гин Внизу Это Они еще В детстве Поменялись А тут Значит В 14 Году Первый Зуб Вырос Где-то Там Немолочный Постоянный Ну И в 16 Году Внезапно Постепенно Начала Расти Грудь Ко мне Подруга Как-то Прошла Слушай Лёля У тебя Грудь Выросла Грудь Да И вот Значит Я сижу Такая Без лифака У меня Грудь Такая Как бы Уже Похожа На Грудь И мне Типа Ты жирная Я думаю Блин Потому что Я без лифака Сижу Я И сейчас В принципе Сижу Без лифака Так Вот Это Особая Проблема Что ли У меня Ж не Такие Как бы Мы с подругой Как-то Заходили В Эйберис Она Покупала Выкупала Свитера И мы С ней Померили Как бы Ну Думаю Если подойдет Тебе Тоже Возьму Где я Дам Потом Деньги Она Выкупит Значит Я Говорю Так Говорю Сейчас Будет Цепись Ну Говорю Ты Уже Как бы Своя При тебе Можно Говорю Ты Чего Не Носишь Лифчик Ты Как Моя Дочь Она Тоже Не Носит Лифчик Хотя Ей Тоже Как Тебе Нечего Прятать Горбальный Юмор Так Вот Я Его Одеваю Когда Куда То И Знаю Что Там Через Одежду Соски Будет Видно А Там Какие Люди Которые Будут Плохо Чувствовать Если Рядом С ними Сидит Человек У которого Соски Торчет Или Когда Езжу Сейчас На велике Я Надеваю Лифак Потом Надеваю Спортивный Лифак Потом Футболку С Лохих Жуликов Прогони А потом Уже Кофту Спортивную Которую Мне Подписчица Подарила Мне уже Пальтишка И все Так Тепло Главное Что Она Тут Так Стягивает Все Так Обзор Этих Фаворитов Осени Шматья В смысле Хотя Я так Влезла В этот Спортивный Костюм В кроссовки У меня сейчас Три пары Кроссовок Старые Кроссовки И двое Новых Кроссовок Одни Розовые Другие Белые И вот Я что В белых Шасту Короче Белые Кроссовки Вот этот Спортивный Костюм И Бальтишка Ну и Новые Наушники Потому что Старые Сдохли И все Ну и еще Велосипедные Перчатки А когда Я без Велика Тупила Из Велосипедных Перчаток Мы с паругой Как-то Гуляли Она Говорит Слушай Может Ты Оденешь Юбку У тебя Есть Юбки Я понимаю Что Юбки У меня Есть И Платье Даже Есть Красивое И Просто Платье Не Очень Красивое Но Понимаю Что Я не знаю Есть У меня Капроновые Колготки Или нет Она Говорит Капроновые Колготки 200 рублей Стоят Ты Че Купить Не Можешь Я Говорю Ну Я Все Время Хожу В штанах На брюках На джинсах Потому Что На велики А если Без Велика То Все равно Хожу В штанах На брюках На джинсах Но Мне Как-то Я Вообще Забыла Что У меня Есть Платье Юбки Палочка Так Вот От меня Ждали Длинное Видео Я Правда Не знаю Какого Плана Но Сказали Что Монбанк Тоже Сойдет Наверное Это Длинный Монбанк У меня Где-то Все По 40 Минут Бывают Иногда На час Чем-то Кто Осилил Тот Герой Всем Спасибо За просмотр Надеюсь Вы Пожрали Несмотря Ни на что А если Кто-то Из вас Решит Попопоболить Попрошайка Ирмолитка Иди работой Напишите Я Попрошайка Попрошайка